Мы знаем, что сегодня 22 октября 2019 года. 22 октября является памятником, чем, мои друзья, памятником великого события, которое началось 22 октября 1844 года, когда Христос перешел из святого во святой святых в небесное святилище, чтобы начать работу следственного суда. На нашем служении моя жена и я разместили эту статью на нашем веб-сайте prophecyagain.org на страничке Facebook «Спасенных, чтобы служить». Итак, друзья, мы живем не в начале следственного суда, а живем в завершении следственного суда. Время приготовится. Иисус скоро придет. Поэтому я приглашаю всех на форум. И хочу обратить ваше внимание на утверждение из Матвея 24 главы, стих 44. Библия говорит, «Поэтому и вы, будьте готовы, и вы в такой час, как вы не думаете, приходит Сын Человеческий». В этой же главе мы находим две группы людей, которые проявятся, обнаружатся, покажутся среди называющего себя народом Божьим прямо перед завершением испытательного срока, перед вторым пришествием Иисуса. В одной группе верные и мудрые слуги, а во второй – злые слуги. И нам сказано в Библии, в Матфея 24 главе, что верные и мудрые слуги дают пищу вовремя. А что же злые слуги? Они говорят, что «Мой Господин откладывает свое пришествие». Они бьют и критикуют тех, кто верен Богу. И важный вопрос, который я спросил у Бога вновь сегодня утром, в моем посвящении, хотя я освещал часть Его вчера в программе «Сила в полдень». В какой я группе? В какой группе вы? Но прежде чем мы перейдем к этому, я хочу обратить ваше внимание на это текущее событие, которое показывает, что церковь и государства сейчас объединяются. Они готовы совершить блудодеяние и родить соблюдение воскресения, воскресное поклонение, воскресный покой с законом наряду с преследованием Божьего народа, соблюдающего заповеди Божьи, исполняя пророчества Последнего времени. Откровение 12, глава 13-14 Откровения. В настоящее время, совсем недавно, именно Бен Карсон играет ведущую роль в этом кризисе. Как вы видите на экране, Итак, друзья, Бен Карсон – адвентист седьмого дня в настоящее время. И, конечно же, он является министром жилищного строительства и городского развития США с 2017 года. В администрации Трампа он всемирно известный нейрохирург. У меня нет намерения умолить его достоинства, очернить характер Бена Карсона, унизить, ругать его. Это просто укор. Строгий и любящий упрек с исправлением. В этом вопросе Бен Карсон неправ. Послушайте этот клип. Спасибо всем. Мы проводим свидание кабинета и ответим на несколько вопросов после молитвы. Бен, начинайте, пожалуйста. То, что сделает Америку великой. И помоги нам всем осознать, как нации, что отделение церкви и государства значит, что церковь не доминирует над государством. Это значит, что государство не доминирует над церковью. Это не значит, что они не могут сотрудничать вместе. Продвижение Божьих принципов. Друзья, посмотрите на это. Бен Карсон говорит нам, что отделение церкви от государства... Посмотрите еще раз. Он говорит, что отделение церкви от государства значит, что церковь не доминирует над государством. Это значит, что государство не доминирует над церковью. Это не значит, что они, церковь и государство, не могут сотрудничать вместе в продвижении Божьих принципов. Другими словами, церковь и государство могут объединиться в продвижении Божьих принципов. Если бы я просто показал это видео, Большинство не увидело бы пророческого значения этой молитвы Бена Карсена несколько часов назад во время заседания Кабинета Трампа. Те, кто на форуме, многие люди увидят, что это просто предположение, сказав, что церковь и государство объединяются. И многие люди, циники, они обвинят нас за спекуляцию, за преувеличение. Давайте проанализируем эту молитву, что церковь и государство могут объединиться в продвижении Божьих принципов из Библии и Духа Пророчества. Давайте посмотрим на это, мои друзья. Здесь сказано, посмотрите на это утверждение. Еще раз господин Карсон сказал, пока позвольте мне прочитать еще раз церковь и государство, что отделение церкви от государства значит, что церковь не доминирует над государством, и это значит, что государство не доминирует над церковью. Это не значит, что они не могут сотрудничать вместе в продвижении Божьих принципов. Смотрите на это. Великая борьба, страница 297. Здесь сказано сверху. Последствия этого были пагубны. Вы можете это прочитать. Посмотрите на последнее предложение. Связь церкви с государством, пусть даже незначительная. Вы уловили это? Связь церкви с государством, пусть даже незначительная, направленная на то, чтобы приблизить мир к церкви, в действительности же только приближает церковь к миру. Бен Карсон говорит, что пока церковь не доминирует над государством, и государство не доминирует над церковью, то хорошо, если церковь и государство объединятся в продвижении Божьих принципов. Нам сказано в Духе Пророчества, что если они объединятся, то, по всей видимости, это принесет пагубные последствия. Вам это понятно, мои друзья? Те, кто на форуме? Во-вторых, когда вы посмотрите на Хава и Изавель, когда они вступили в брак, в Писании, 3-я царств, 16-я, 17-я и 18-я главы, я думаю, что их брак был основан на дружеских, сердечных отношениях. Они соединились. Но что нам сказано произошло потом? Что Изавель возбудила Хава преследовать Божий народ? Церковь доминировала над государством. Кроме того, вы знаете, друзья, многие браки, которые заключаются в эти дни, и в это время, во время ухаживания, жена не угрожает мужу, что будет господствовать над ним. И они вступают в брак на дружеских отношениях. Но впоследствии мы видим, что в некоторых случаях, во многих случаях, жена контролирует мужа и господствует над ним. Им легко управлять. Хорошо, друзья. И женщина в этой аналогии представляет церковь. И помоги нам осознать, как нации, что отделение церкви от государства значит, что церковь не доминирует над государством. И это значит, что государство не доминирует над церковью. Это не значит, что они не могут сотрудничать вместе в продвижении божьих принципов. Посмотрите на это. Великая борьба. Страница 259. Какая-то церковь. Не только протестантская, но и папская церковь. Здесь сказано. Примирительный тон. 292-я страница Великой борьбы. Примирительный тон Рима в Америке не свидетельствует о перемене настроений в папстве. Католическая церковь проявляет терпимость там, где она беспомощна. Мы безропотно терпим свободу религии до тех пор, пока не удастся заменить ее на противоположный принцип без ущерба для католического мира. Последние две строчки. Была создана своего рода государственная церковь. Таким образом, светская власть оказалась в руках церкви. Подобные меры вскоре привели к неизбежному последствию. Чему, друзья? Гонением. Заметьте, господин Карсон говорит, что пока одна единица власти не доминирует над другой, посмотрите на утверждение Великая борьба, страница 581. Как только в США церкви смогут использовать или же контролировать государственную власть, тогда настанет момент торжества Рима в этой стране. Обратите внимание, что сестра Уайт не говорит «и», а говорит «или». Как только в США церкви смогут использовать или же контролировать? Она могла бы написать «и», «нет», но «использовать» или «контролировать». Вопрос, что значит слово «контролировать»? Слово «контролировать» значит «доминировать». А что значит «использовать»? Давайте посмотрим на экран. Давайте обратимся к словарю. «Употреблять», «сотрудничать вместе». И что Бен Карсон говорит, «мы можем сотрудничать вместе» или «мы можем использовать силу друг друга в продвижении божественных принципов». Сестра Уайт говорит, «как только в США церкви смогут использовать или контролировать государственную власть, тогда настанет момент торжества Рима в этой стране». Двигаемся дальше. Еще одно утверждение. Великая борьба, страница 573. Стремясь обеспечить церковным учреждением поддержку государственной власти в Соединенных Штатах, протестанты идут по следам католиков. Более того, они открывают папству возможность достичь протестантской Америки господства, утраченного им в Старом Свете. Утверждение Бена Карсона открывает двери папству, чтобы оно достигло господства в Америке, которое утратило в Старом Свете. Вот почему это важно. Мы не просто посмотрели клип, но анализируем эту молитву по Библии и Духу Пророчества. Вы помните историю об Ироде и Иродиаде и Соломее? Что там произошло? Там были дружеские отношения, пока Иродиада и Соломея не захватили контроль и господство над Иродом. Иоанн Креститель был обезглавлен. Давайте пойдем на шаг дальше. А что со Христом и Его распятием? Ирод объединился с Пилатом. Вы видите это, мои друзья? Главные священники вступили в союз с Пилатом, с Кесарем. Но после этого, для того, чтобы избавиться от Христа, что произошло? Главные священники доминировали над Пилатом. Пробудитесь, мои друзья. Давайте двигаться дальше. Какой будет конечный результат «Великая борьба» страницы 592? Руководители церкви и государства объединятся. И какой будет итог? Они будут использовать или контролировать частично или полностью, чтобы подкупом, убеждениями или силой заставить все сословия почитать воскресный день. Что произойдет с Божьим народом откровения 12-17, мои друзья? Дракон, откройте и прочитайте. Мои друзья, какие у вас мысли на форуме? Понятно ли это вам, друзья? И тем не менее, что злой слуга в церкви кричит? Мой Господин откладывает свое пришествие. Время себя исследовать. Какие мы слуги? Злые или верные и мудрые? Посмотрите на злого слуга у друзья. Желание веков страница 636 говорит следующее. Необузданный, упивающийся нечестивыми наслаждениями мир сладко грезит, не чувствуя опасности греха. Люди, считая, что пришествие Господа очень далеко, они насмехаются над предупреждениями. Когда они воскресают, мир и безопасность, внезапно приходит гибель. Когда кончувствующий отвергает истину и станет слишком самонадеянным, Бог есть любовь, я буду продолжать жить во грехе, не вы ли это? Когда есть рутинная работа в различных направлениях зарабатывания денег, многие сосредоточены только на работе, карьере, а не на своей духовной жизни. Когда ученые будут жадно стремиться познать все, что угодно, но только не Библии, Христос придет как тать. Здесь сказано, мои друзья, любители удовольствия по-прежнему в кинотеатрах, на концертах, на концертах Канни Веста, снимают мирские фильмы и так далее. Испытательный срок быстро подходит к концу. И какой сегодня день, мои друзья? 22 октября. Памятник о работе Следственного суда в Небесном святилище. Позвольте мне быстро перейти от злого слуги и обратить ваше внимание на верного и мудрого слугу. Следите. Что они подают? Они подают пищу, данную вовремя. Давайте остановимся на этом и посмотрим, является ли наше исследование в полдень пищи, данной вовремя. Пища для насыщения души, а не отброса. Здесь сказано, мы живем ныне в великий день искупления, когда наши грехи через исповедание и покаяние идут на суд. Бог не принимает от Своих служителей пассивного и бездуховного свидетельства. Такое свидетельство не было бы настоящей истиной. Давайте вместе прочитаем следующее предложение. «Весть Божья для нашего времени должна быть пищей, данной вовремя для насыщения Церкви Божьей». И что связано с пищей, данной вовремя? Голубым шрифтом в середине. В 1844 году наш великий первосвященник вошел во Святое Святых Небесного Святилища, чтобы начать следственный суд. «Дела уже почивших праведников проходят ныне пред Богом. Когда эта работа завершится, будет произнесен суд, вердикт над живыми, когда начертание зверя будет установлено и мы примем решение». Далее следующее предложение. «Как важны и драгоценны эти священные моменты красным шрифтом? Каково же наше состояние? Злой слуга или верный и мудрый слуга? Каково же наше состояние в это торжественное и великое время? Увы, какая гордыня в Церкви? Какое лицемерие? Обольщение? Какая любовь к одежде? Привольность? Не вы ли это, друзья, злой слуга? Любовь к развлечениям? Какая страсть к баскетболу, футболу, гольфу, хоккею и соревновательным видам спорта? Какое стремление к превосходству? Все эти грехи угнетают разум и вечные истины едва различимы». Последнее предложение. Нам необходимо взыскать Господа с истинным покаянием. Мы должны в глубоком душевном раскаянии исповедать свои грехи, чтобы грехи были изглажены и чтобы мы были спасены. Друзья, пища, данная вовремя. Послушайте меня. Когда я размышлял над этим, те, кто на форуме, какие у вас мысли? Когда я размышлял над этим, я сказал Господь, «Если я должен быть верным и мудрым слугой, прежде чем я буду подавать пищу вовремя, я должен сначала получать пищу вовремя». И то же самое Бог говорит и вам. Возьмите ваши Библии. Ну же, исследование в полдень. Откройте Псалом 144. Псалом 144. Посмотрите со мной на стих 14. Если вы проходите кризис, проходите испытания, пустите слова ободрят вас. Стих 14. Господь поддерживает всех, кто падает и поднимает всех согбенных. Скажете ли вы на это «Аминь»? Глаза всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу их вовремя. «Мои глаза взирают на Иисуса». Где ваши глаза, мои друзья? И мы получим что? Пищу вовремя. Стих 16. «О, дорогой Господь, ты открываешь руку и удовлетворяешь желания каждого живого существа. Это обетование. Я претендую на него сегодня. Как он удовлетворит мое желание? Ваши желания, друзья. По-своему, а не по-моему, и не по-вашему, в свое время, не в мое время и не в ваше время». Ободритесь стих 17. «Праведен Господь во всех путях своих и свят во всех делах своих. Близок Господь ко всем тем, кто призывает Его, ко всем, кто призывает Его в истине». «О, друзья, какое условие ходить в истине? Сегодня я говорю, дорогой Господь, дай мне силу быть верным, дай мне силу жить поистине, дай мне силу выполнить условия и затем претендуйте же на ваше обетование сейчас. О, мои друзья, какие у вас молитвенные просьбы? Посылайте ваши молитвенные просьбы, так как я заканчиваю. Здесь сказано «Желание тех, кто боится Его, Он исполняет, а всех нечестивых Он уничтожит». Стих 21. Давайте вместе прочитаем стих 21. «Уста мои будут изрекать хвалу Господню». Хорошо, друзья. «И пусть всякая плоть все мы благословляет Святое Имя Его как долго? Во веки вечной». Хорошо, мои друзья. На форуме. Программа «Сила Фолдинг». Посылайте ваши молитвенные просьбы. Отец Небесный, мы благодарим за эти молитвенные просьбы. Ответь на них своим путем и в свое время. Помоги нам выполнить условия. Помоги, чтобы наши грехи были сглажены, чтобы наши имена вошли и остались в книге жизни у Агнца. Мы молим за доктора Бена Карсена. Мы молим за его обращение. Мы молим, чтобы он получил три вещи, которые ты пообещал этики в Откровении 3. Мы молим за обращение наших душ. Пожалуйста, дорогой Божий, пусть мы получим пищу вовремя и подадим ее другим. Спаси нас. Мы молим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Маранапра. Маранапра.